Сегодня православные празднуют введение во храм Пресвятой Богородицы. В далеком 2003-м священник рассказал, как нужно провести этот день. В этот пост мы должны как можно чаще посещать храм Божий, причащаться хотя бы в начале поста, в середине и в конце поста обязательно. Постараться очистить себя в таинстве и исповеди от всех грехов, которые у нас есть. А у нас сердце наше загрязнено очень многими грехами, мы совершаем и словом, и делом, и помышлением, и всеми нашими чувствами. В этот же день праздник был у молодежи Саранска, ведь в кинотеатре показывали фильм «Дети шпионов 3» в 3D. Многие были удивлены и довольны, но были и те, кому новинка не понравилась. Больше всего мне понравились гонки, там все прям как по-настоящему, как будто сам в игре. Однако восторг стереозрелища вызывает не у всех. Нина Парамонова 45 лет работает киномехаником. В новинке сезона она предпочитает обычный фильм. Когда в очки смотришь, какое-то напряжение все равно есть, потому что одно око красное, одно синее, и что-то, я даже сама смотрела, мне что-то не так нравится, как простой фильм. Четыре года спустя трауром закончился этот день для бывшего инспектора пропаганды Ельниковского ГИБДД и его подельника, ведь их задержали с экстази. При себе мужчины имели 400 таблеток и еще пару внутри себя. Как успели установить в ФСБ наркотики в Мордовии, бывший гаишник привозил из города Саро в соседней Нижегородской области. Также известно, что этот человек в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения. А чтобы подобного в Мордовии больше не происходило, и государство мгновенно пресекало такие проблемы, Саранский открывает школу парламентаризма. Молодежь быстро втянулась и показывала широту взглядов. У молодежи высокий потенциал и больше задора, чем у взрослого, уставшего человека, говорят представители Светланы Журовой. Руководство же университета отмечает небывалый интерес своих студентов к молодежным выборам. В тот же день не обошлось и без культурных мероприятий. Для начала нового сезона актерам пришлось постараться, ведь нужно было учить реплики на языке любви. Хорошо еще режиссер не поставил такую задачу, чтобы произносить именно с акцентом французским, а именно вот сыграть человека, который побывал во Франции и вот приехал, и как он это слышал, так и произносит. Вот таким разным было 4 декабря в разные годы. С вами была рубрика «Этот день тому назад». Субтитры подогнал «Симон»